Вопрос диагностики рака шейки матки остается до сих пор актуальным, потому что, как вы все хорошо знаете, рак шейки матки характеризуется очень высокой заболеваемостью, при том, что выживаемость и смертность оставляют желать лучшего. И практически в течение пяти лет половина этих больных умирает, особенно если это касается третьей и четвертой стадии заболевания. Скриннингом рака шейки матки, и это тоже всем известно, является цитологический метод. Эхография применяется для оценки первичного очага и степени местного распространения и является важным моментом в оценке выбора последовательности методов лечения. Тот вопрос, с чего начинать лечить таких больных, на этот вопрос в очень большой степени должны дать ответ мы. Что применяют? Какие методы из лучевых применяют в диагностике рака шейки? В первую очередь это ультразвуковое исследование, включая все его возможности, уже изученные. Это доплерография, соноэластография, ну и только первые работы начинаются, это контрастная эхография. И магнитно-резонансная томография, как нативные сканы, так и самое главное, это постконтрастные изображения, поскольку вы все хорошо знаете, что рак шейки матки, в отличие от рака эндометриэля или других гинекологических раков, является очень хорошо кровоснабжаемой опухолью. Где может локализоваться опухоль? Она может быть в проекции стромы, губшей эки матки, и это чаще всего плоскоклеточный рак, повторяю, чаще всего, но не всегда, либо в проекции цервикального канала, и это чаще всего аденокарцинома, особенно если она локализуется в верхней трети цервикального канала, поскольку вы помните, что стык цилиндрического и плоского эпителия приходится на нижнюю треть цервикального канала. Начнем с эхографии. Вы все прекрасно знаете, что опухоль представляет из себя патологический очаг неоднородного гетерогенного строения, имеющий все типичные признаки опухоли, неровные контуры, неправильные часто фистончатые контуры его, и в ряде случаев при небольших размерах он окружен в неизмененной стромы шейки, в которой мы можем даже визуализировать на ботовой кисты. Сопутствующим является увеличение размеров шейки матки, изменение ее формы. При прорастании и при подозрении на параметральную инвазию мы видим, как серозная оболочка, выстилающая губы шейки матки, становится неровной, нечеткой. Также отсутствует, при больших размерах образования мы можем либо вообще не видеть, либо частично видеть цервикальный канал. И, как уже я ранее сказала, при доплерографии выявляется значительное количество сосудов. Вот первые примеры трансабдоминальной эхографии рака шейки матки. Мы видим образование, которое занимает, в первом случае занимало всю шейку матки, в этом случае проекции задней губы шейки матки. Это трансвагинальная эхография. Мы видим опухоль, локализующаяся в проекции передней губы с большим количеством сосудов в ее строме. И такое же образование гипоэхогенной структуры с неровными контурами в проекции задней губы шейки матки. Хочется напомнить, что при больших размерах образования, безусловно, трансвагинальная эхография может представлять определенный риск в связи с развитием кровотечения. Конечно, преимущественно надо выбирать трансабдоминальную эхографию. Также хочется отметить, что с высокой степенью специфичности ультразвук может выявить очаг размером от 1 см. Меньший очаг мы можем, конечно, визуализировать, но точно сказать природу этого образования мы не сможем. Если говорить о цервикальном канале, мы видим образование, которое выполняет весь цервикальный канал. Но в отличие от опухоли, которая локализуется в строме, как правило, это образование имеет сигнал пониженной эхогенности. В первом случае ограничено непосредственно цервикальным каналом с минимальной инвазией. Во втором случае мы видим инвазию практически до сироза, когда опухоль занимает весь цервикальный канал. С чем надо дифференцировать? В первую очередь с шеечным узлом миомы. Достаточно просто. Округлое образование, преимущественно повышенной эхогенности, имеет капсулу. Второй случай – это набутовые киста шейки матки, жидкостное образование с ровными контурами. В принципе, дифференциальный диагноз не представляет большой сложности. Что может еще эхография, помимо того, что визуализировать первичный очаг? Эхографически мы можем оценить переход на тело матки, как в первом случае, и на мочевой пузырь. При этом во втором случае мы видим даже наличие внутрипузырного образования, которое выполняет частично сам мочевой пузырь. Но чего не может сделать ультразвук? Он никогда не сможет оценить переход процесса на прямую кишку, поскольку мы полые органы практически не визуализируем. Мы можем только заподозрить, но сказать о наличии не можем. Достаточно сложных эхографическими методами оценить переход на своды влагалища, только при больших размерах образования. И мы можем заподозрить наличие параметральной инвазии, но оценить ее достоверно мы не сможем. Но в чем преимущество ультразвука? То, что этот метод является достаточно простым, дешевым, его можно выполнять бесконечное количество раз. И его действительно хорошо, и он обладает высокой специфичностью в оценке эффективности лучевой терапии у больных раком шейки матки. Вот мы видим два примера. Опухоль до и как она уменьшилась после лучевой терапии. И у этой же больной было выполнено доплерографии. Мы видим, как по мере нарастания дозы идет запустевание сосудов опухоли, что также говорит о положительном терапевтическом эффекте. Но из новых методов эластография, определение плотности образования, она помогает нам не только повысить специфичность метода, выявить самообразование, но также и заподозрить наличие параметральной инвазии. В данном случае мы видим, как сигнал от опухоли, который характеризуется пятым эластотипом, плотный такой темный сигнал, частично переходит на окружающую параметральную инвазию, к клетчатку, что также может нам помочь заподозрить наличие параметральной инфильтрации. Но безусловно, если говорить о методах лучевой диагностики, в этом случае на первый план выходит магнитно-резонансная томография. Если говорить о патологическом очаге, то практически все те же характеристики, что мы и говорили. И самое главное, на Т2-озвешенном изображении он имеет сигнал несколько повышенной интенсивности по сравнению с сигналом от окружающей стромы шейки. За счет того, что он хорошо кровоснабжается, опухоль активно накапливает контраст и хорошо визуализируется на постконтрастных изображениях. Ну и остальные симптомы, так же, как и при эхографии. Вот пример небольшого образования, локализующийся в проекции преимущественно задней губы, имеющий сигнал повышенной интенсивности с неровными, нечеткими контурами. То другой больной, тоже Т2-озвешенные загрожения, тоже опухоль большая в размерах. А вот в данном случае мы видим даже наличие параметральной инвазии, которая имеет вид протрузии опухоли в виде треугольника, своей широкой части обращенной в сторону шейки, а основанием обращенную в сторону костей таза, тазово-дна, скажем правильно. Тоже, та же больная, это уже аксиальная проекция. Мы видим инфильтрацию параметра в виде тежистой деформации структур клетчатки и развитие опухолевого лимфонгоида. В данном случае мы можем хорошо оценить прорастание мочевого пузыря, как на Т2-озвешенных изображениях в сагитальной проекции, так и в аксиальной. Мы видим, что в данном случае отсутствует визуализация от неизмененной клетчатки, и сигнал от опухоли переходит на заднюю стенку мочевого пузыря. У этой больной имеется прорастание как мочевого пузыря, так и прямой кишки. И вот на Т2-озвешенных изображениях в аксиальной проекции мы видим, как практически идёт прорастание опухоли практически до подслизистого слоя. Таким образом, если говорить об ультразвуке, это, конечно, скрининг. Мы можем выявить какое-то узловое образование. Мы можем с помощью ультразвука оценить эффективность лучевой терапии. Если говорить о степени местного распространения, то, безусловно, на первый план выходит магнитно-резонансная томография. Это основной метод как оценки степени местного поражения, так и поражения смежных органов. Ну и чтобы закончить, хочу привести маленький пример. Больная, с 42-х лет, с жалобами на контактные кровенистые выделения и нарушение менструального цикла. Была обследована гинекологом. Никакой патологии, кроме изменения формы шейки матки, не было выявлено в каких-то опухолевых образованиях. Цитологически, в мазках поверхности, из цервикального канала, без АТП. При эхографии в проекции шейки матки выявляется образование гетерогенной эхо-структуры с такими гиперэхогенными включениями. Вот я забыла сказать, что эти гиперэхогенные включения при раке шейки матки, они связаны очень часто с повышенным слизеобразованием, поэтому имеют такую неправильную линейную форму. Отсутствует капсула, которая характерна для шеечных миом. При эластографии узел характеризовался преимущественно, это, будем говорить так, четвертый все-таки эластотип, но ближе к пятому. Очень много было участков повышенной плотности, что позволило прихографии заподозрить рак шейки матки. И с целью установки диагноза больной была выполнена магнитно-резонансная томография. При магнитно-резонансной эхографии были выявлены все типичные признаки рака. Образование неправильной формы с нечеткими контурами, такой фистончатой формы, сигналом повышенной интенсивности, хорошо накапливающий контраст. Выполненные диффузионно-звешенные изображения, откровенно говоря, никакой дополнительной информации нам не дали. В связи с чем больная была прооперирована, окончательный и исключительный диагноз – лемиома шейки матки. Таким образом, несмотря на то, что вы, наверное, слушали и думали, вроде как бы все понятно, все изучено, никаких, как говорится, перспектив нет. А тем не менее оказывается, что все-таки специфичность обоих методов оставляет желать лучшего. И мы должны искать новые пути и какие-то новые возможности для повышения специфичности этого метода. И в данном случае я вижу то, что сейчас начинается, если говорить об эхографии, это внедрение контрастов, то, что сейчас пока делается, только для печени, молочной железы, других локализаций. И это действительно этим надо заниматься. Ну а если говорить о магнитно-резонансной томографии, наверное, тут основной путь улучшения качества изображения, это повышение и внедрение, то, что тоже наше будущее, таких гибридных аппаратов, как ПЭТ-МРТ. То, что, видимо, тоже будет нашим будущим. И это позволит исключить такие случаи. Благодарю всех за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие вопросы, пожалуйста? Есть ли вопросы аудитории? Может быть, какой-то клинический случай Вы хотите задать вопрос по этому поводу? Ирина Евгеньевна, вот рак шейки матки, в большинстве случаев экзофитные опухоли, кровоточащие, то есть это затрудняет влагалищный доступ к исследованию. То есть только возможность абдоминального метода исследования. Насколько это затрудняет диагностику, включая ультразвукового метода? Ну, безусловно, это затрудняет, потому что хорошую визуализацию очага мы получаем, если говорить об эхографии, трансвагинальной эхографии. Безусловно, в стационаре такое исследование выполняется, поскольку мы имеем все возможности в случае развития кровотечения его остановить. Если говорить о поликлинических учреждениях, там, где больные приходят с улицы, и нет никакой возможности в ближайшее время помочь, то, конечно, лучше выполнение трансабдоминальной, и, безусловно, это уменьшает и чувствительность метода, и специфичность. Спасибо. Есть ли у кого-то еще вопросы? Уважаемая Ирина Евгеньевна, скажите, пожалуйста, по вопросу контрастирования. Какой тип контрастирования использовать при раке шейки матки? Динамическое контрастное усиление или обычное? Вы знаете, мы пока еще вообще, вот мы только начали контрасты. Я могу сказать только то, что я читала в литературе. В литературе, причем таких работ буквально очень мало, и единицы. И связано это с чем? С тем, что, например, при теле матки, очень много начали с тела матки. Никакого не дают, там как ни контрастируют, ни динамической, ни какой другой, оно не дает, оно мало кровоснабжаемый орган. При шейке матки я видела буквально несколько работ, причем там, по-моему, даже не указывалось, какое было контрастирование. Они включали 5 человек, 6 человек, которые, да, давали лучшую визуализацию, скажем так, очага поражения. Но пока, к сожалению, своих данных у нас нет, поэтому вот так вот ответить на ваш вопрос я не смогу. Надеюсь, что вот через год мы только получили контрасты, сейчас была немножко другая направленность. Может быть, я вот уже вам и отвечу на этот вопрос. Пока мы только это начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok